МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Второй недельный цикл программ. Вот что вы увидите в сегодняшнем проекте. Без воды их ни туды и ни сюды. Но и платить за нее тоже надо. Работники Рязанского водоканала провели рейд по должникам. Не только «Динамо», а и все бегут. Рязанцы приняли участие в общероссийском проекте «Кросснации». Рязанская нефтеперерабатывающая компания, судя по всему, может вновь оказаться в центре эко-скандала. А теперь обо всем ясно, просто без затей и недомоловок. Федеральное министерство природных ресурсов и экологии опубликовало на своем сайте сообщение, в котором фигурирует рязанская нефтеперерабатывающая компания. Наш производственный монстр нефтехимии, по информации министерства, приступил к масштабным работам по захоронению биошламов биологических очистных сооружений без их надлежащего обезвреживания. По предварительным данным Минприроды, работы осуществляются с нарушением установленных экологических и санитарно-эпидемиологических требований. Министерство располагает информацией, что отходы могут поступать на городские свалки в города Московской и Рязанской области. Замминистра Ренат Гизатулин поясняет в релизе, что отходы, о которых идет речь, могут содержать опасные химические вещества и соединения. Далее чиновник напоминает о возможности привлечения к ответственности нарушителей экологических и санэпид-требований при обращении с опасными отходами производства и потребления. Правда, в сообщении не сказано, будут ли проводиться в связи с публикацией какие-либо проверки. Однако вряд ли министерство станет публиковать на официальном сайте непроверенные данные. А они, согласитесь, весьма тревожные. А вот Рязанский водоканал, напротив, и свое не прячет, и чужим не дает в ведомственных карманах пошарить. Сегодня работники водоканала провели рейд, разыскивая слишком уж ловких горожан, которые живительную влагу забирают, а платить за нее предоставляют право пресловутой тени величайшего русского поэта. Рейдовала вместе с водоканалом Олеся Харлина. Вода – это ресурс, которым ежедневно пользуются все без исключения. И упрямо думают, что если она течет из колонки, значит, бери сколько хочешь абсолютно даром. У нас как бы? Мы с колонки берем. За уличную колонку надо тоже платить обязательно по прописанным людям. Это тоже потребление воды, которое подает вам водоканал. Поселок Дягилевский, а точнее его жители, буквально стеной держат оборону и уверяют, что все до одной квитанции незаконны. Жильцы только этого дома, например, задолжали водоканалу 170 тысяч рублей. Но тут и не сразу разберешь, кто прописан и где же законные владельцы. Может быть, вы уже обратили внимание, что нас уже знают, потому что мы каждый раз приходим и уведомляем о том, что долг, предлагаем в досудебном порядке урегулировать спор, уведомляем, что мы можем отключить воду за неуплату. Но при этом все равно ситуация никакая не меняется. Должны платить. И без предупреждения и прочее. Почему вот люди ездят, предупреждают, платите, пожалуйста. Ну как же, они в магазин заходят, приобретают что-то, они же платят. То же самое здесь. Люди не понимают главного. Основная задача водоканала не отключить воду, а побудить население оплачивать потребленный ресурс и накопленные долги. А их по всему городу более 100 миллионов. Для этой женщины и 18 тысяч сумма неподъемная, но в отличие от других платить она не отказывается. У нас семьи нет ни у кого, что делать? Работать. Работать? Ну работать, но вот семья большая. Тоже можем понять. Вот тут была колонка, ее сняли. Пускай наши колонку обратно поставят. Будем платить, пожалуйста. Отходы там были. Поэтому мы ее и отсекли. Делайте колонку нам, мы больше не будем ничего тут держать. Как ее будем делать хорошо, если у вас есть состояние такое. В течение года три раза ее сбивали просто. Машины наезжали, прочее, ломают сами. Ну отношение самого, небережное отношение к водоразборной колонке. Через 15 минут дискуссия переходит в сплошной крик. Жильцы то и дело сыпят угрозами, без разбора. И кажется им все равно, кто какую организацию представляет. А это уже другой пример. И в благополучных районах с шикарными коттеджами хватает должников. На этот раз повезло. Хозяйка дома и готова в любой момент заплатить свои 10,5 тысяч долга. Но таких сознательных единиц, и это при том, что обходиться без воды вовсе, люди еще не научились. Чем бегать от строгих контролеров и позориться перед соседями, лучше, конечно, свои легкоатлетические навыки использовать. Да по прямому назначению. Тем более, что для этого есть все условия. Вчера в нашей области на старт рязанского этапа федерального проекта Кросснации вышло около 15 тысяч как народных, так и профессиональных спортсменов. Разумеется, был на Кроссе и так называемый VIP-коридор, где солидно и рассудительно свою дистанцию бежало рязанское начальство. Поспевать за национальными бегунами пришлось Глебу Галушкину. На старт всероссийского легкоатлетического забега Кросснации 2014 вышли более 5 тысяч человек. Среди них были как профессиональные спортсмены, так и просто любители бега и здорового образа жизни. Маршрут трехкилометрового забега пролегал через центральные улицы Рязани, Соборную, площадь Ленина, улицу Маяковского, Свободы и завершался кросс на площади Соборной, где у подножия памятника Олегу Рязанскому была расположена финишная черта. Победителем Кросснации 2014 среди мужчин стал студент Академии ВСИН России Алексей Григорьев, а победительницей среди девушек серебряный призер чемпионата Европы по бегу с препятствиями Екатерина Досейкина. Кстати, легкоатлетический забег Кросснации считается самым массовым летним спортивным мероприятием в регионе, и он отлично соответствует лозунгу «главное не победа, а участие». Просто захотелось принять участие в таком глобальном соревновании. Как бы интересно, свои силы попробовать. Проверить свою выносливость на дистанцию вышли и работники государственных структур, регионального правительства, областной и городской думы, ректоры ведущих рязанских вузов. Я считаю, что спорт был и будет всегда объединять, объединяющим началом для людей всех возрастов. И сегодня тяга к здоровому образу жизни, она есть у всех. И наша задача пропагандировать это и путем вот таких ярких спортивных мероприятий, чтобы все больше и больше людей тянулось и желало заниматься спортом и вести здоровый образ жизни. В общем, физкультурно-спортивный праздник «Кросснации-2014» удался на славу. И пусть не все участники показали высокие результаты, но ведь важно другое. Благодаря именно таким массовым стартам рязанская молодежь приобщается к спорту. И многие ребята уверенно становятся на путь правильного и здорового образа жизни. Почти накануне самого массового российского забега в Рязани на улице 2-я линия была открыта очередная городская спортплощадка. Надо признать, что таких вот своеобразных уличных фитнес-центров у нас все больше. И это радует. Также радует и то, что все они оснащены современными комплексами и тренажерами. А не как раньше, некрашенными серенькими турничками и брусьями, наскоро сваренными на предприятии, где у местного депутата знакомство. Вкопаем, дескать, а там и выборы скоро. Есть показатель прямой конкретной работы с избирателями. Нет, все не так, а вовсе и по-другому. Централизованно, масштабно, ярко и вообще к глазу и спортивному телу приятно. Видела площадку воочию Оксаны Тепенихина. 19 сентября напротив манежа «Юность» и комплекса «Комета» состоялась торжественная церемония открытия новой, а для Рязани так и вообще суперсовременной спортивной площадки с новейшим искусственным покрытием. Здесь ребята смогут поиграть в мини-футбол, бейсбол, баскетбол, бадминтон и теннис. Доступные спортивные снаряды обеспечат местной молодежи интересный, а главное – полезный досуг. Физкультура вообще понемногу становится действительно физическим культом в современной России. Нация в конце ушедшего века заметно потеряла в плане здоровья молодого поколения. Зато само означенное поколение приобрело немало всего такого, чего бы нам и совсем не надо. Резкий всплеск наркомании, пьянства, подростковой заболеваемости – все это было в 90-е годы, когда перестроечное начальство заботилось о пополнении собственных карманов и раздирании в клочья когда-то народного достояния. Теперь все возвращается на круги своя. Даже комплекс ГТО припожаловал из советского прошлого. То, что было сломано, восстанавливается. В том числе и государственная забота о народном здоровье. Надо бы и больше, но, может быть, много еще впереди. Хотелось бы надеяться. В Рязани стало на один музей больше. Завод «Красные знания» презентовал, образно говоря, собственную автобиографию, экспонаты, документы, фотографии и другие материалы, ставшие застывшими свидетельствами этапов большого пути предприятия. Руководство завода считает, что музей нужен не только для того, чтобы зафиксировать шаги в истории. Главное – это сохранение традиции. Рязанский завод «Красный знамя» имеет довольно длинную и славную историю. Предприятие за более чем полвека работы успешно осваивало и выпускало различную высокотехнологичную продукцию. Главным образом для Министерства обороны СССР. Тяжелыми временами, безусловно, стали 90-е годы, когда государство отказалось от заказов на заводе. И «Красному знамени» удалось выжить только за счет выпуска побочной продукции гражданского назначения – черно-белых телевизоров «Сапфир». Временные вехи сменяются быстро, но на предприятии фиксируют все. Мелочей в истории не бывает. Вспоминаю, что самое тяжелое было то, что нужно было сохранить завод, сохранить лучшие кадры, а получалось, что сокращение как раз и шло по молодежи, которая приходила на завод. Если бы мы не сохранили молодежь в какой-то степени, то, значит, ну сейчас, может быть, и не было бы завода. Сейчас прошлые экономические трудности позади. Завод не только выставил, но и сохранил научно-производственный потенциал и с успехом выполняет план гособоронзаказа. Экспозиция открывшегося музея Красного Знамени рассказывает о людях, которые многие годы своей жизни посвятили родному предприятию и оборонно-промышленному комплексу страны. Наше поколение и будущее поколение, все работники завода, должны знать своих героев, историю завода. Как у любого народа не может быть историей без сохранения культуры, языка и традиций. Так у завода, который я считаю большим, большой семьей такой, значит, не может быть будущего без памяти от тех, кто создавал завод, работал своими трудом, прославлял его в героях нашего заводского производства. Нынешний генеральный директор Красного Знамени Александр Мороз заверил пришедших на открытие музея ветеранов, что преемственность поколений на предприятии сохранена, ведь именно это обстоятельство позволяет коллективу наращивать ежегодный объем производства, высокотехнологичной и нужной для государства продукции. И в завершение программы материал на коммерческих правах, но это отнюдь не означает, что его не надо смотреть. Дело в том, что в нашем цирке началась новая программа, посвященная 95-летию российской государственной цирковой компании. В Рязань приехала знаменитая команда артистов, династий дрессировщиков Филатовых. Причем, разумеется, не только люди, но и главные таланты, бурые мишки, совсем не косолапые, а очень даже ловкие и ушлые на трюковую работу. Огромные очереди, выстроившиеся у цирка в минувшую субботу, красноречивее любых афиш говорили о том, что в нашем городе начались гастроли новой программы. И не просто программы. В Рязань приехал легендарный цирк Филатовых, династия, стоявшая у истоков Росгосцирка, которому в этом году исполняется 95 лет. На будущий год моему папе, народному артисту Советского Союза, Валентину Ивановичу Филатову, исполнилось бы 95 лет. Он работал в этой компании, дед его здесь начинал, и прадед. То есть это вот как раз та династия, которая действительно, можно считать, была у истоков. Сейчас на манеже вы увидите 5-е поколение уже династии Филатовых. На этот раз все ветви знаменитой династии объединились и представили фантастические номера в самых разнообразных цирковых жанрах. В том числе и тех, от которых зрители, в общем-то, уже отвыкли. Но, например, фокусы и трансформацию в современном цирке можно увидеть достаточно редко, тем более в таком оригинальном варианте. Пожалуй, после этого номера женскую часть аудитории мучил только один вопрос. Ну как можно сменить наряд на глазах у сотни зрителей за несколько секунд? Хотя и другие номера были не менее оригинальные. Жонглер на велосипеде, разноцветные пудели, блистательный акробатический номер самой юной участницы представления. А уж когда на арену ворвались верблюды, а после конный аттракцион кубанских казаков, зал просто взорвался аплодисментами. Во втором же отделении зрители смогли увидеть легендарный медвежий цирк. Этот аттракцион был создан в далеком 49-м году. Со временем он, конечно, менялся, но вот приемы дрессуры остались теми же, что и у основателей династии. По словам Татьяны Валентиновны, без кнута и пряника – никуда. И, конечно, самое главное, надо любить очень животных, надо трепетно к ним относиться, и, конечно, должно быть у дрессурщика огромное терпение, огромная сила воли, и, конечно, желание держать аттракцион в таком темпе, ритме, в каком он есть. Некоторые трюки медвежьего аттракциона не может повторить никто в мире. Их секреты передаются от детей к родителям. И сегодня ими владеет представитель пятого поколения династии Александр Филатов, который, кстати, в первом отделении работает как коверный клоун. В общем, вы уже поняли, что эта программа вряд ли оставит равнодушными как маленьких зрителей, так и их родителей. Так что спешите, посетите своими глазами увидеть легендарный цирк Филатовых. На сегодня у нас всю информационную телеэстафету. Мы передаем программе подробности. Сегодня ее ведет Олеся Харлина. У нее в гостях будет художественный руководитель театра «Кукол» Валерий Шацкий. А разговор, как мы предполагаем, должен пойти в самых приподнятых тонах, так как рязанцы вновь отличились на очередном международном театральном фестивале. Ну, а мы с вами расстаемся. До завтра. До встречи в эфире.